всем привет мне уже говорят что я в эфире а тут выясняют цвет проектора у нас сегодня встреча на тему нет ни на тему питончика на тему на тему архитектура риск файва вот я обещал сегодня начать рассказывать про вот вы вот вот сначала это будет простой вот вывод такой тупенький вот без этих ваших прерываний без всего вот такого напоминаю пафос вообще всего разговора про архитектуры в который стоит в том что для достижения алгоритмической полноты 99 процентов того чего мы изучаем по курсу архитектуры вы мне нужно вот в каком-нибудь первом семестре первого курса вам рассказывали некоторые алгоритмически полные формализмы ближе всех которых из которых к нашему пониманию компьютер купить машину пост вот да значит откуда берутся задачи откуда берутся задачи которые внезапно должны быть изваяны в железе они берутся из-за того что появляются специфические запросы на то как мы пользуемся нашими вычислительными устройствами вот которые запросы требуют более эффективных более мощных или каких-то специальных ориентированных на некоторую специальную аппаратную базу решений вот ну и в частности когда мы разговариваем про устройство вычислительные про компьютер мы почти ничего не говорим почти никак не специфицируем как данные в них в компьютеры попадают и как они оттуда потом уходят вот такая вещь называется периферийными устройствами такие такие комплект такая часть компьютерного оборудования и в какой-нибудь архитектуре фон неймана не удержусь еще раз скажу что и не существует вот что я придумали задолго после того как фон неймана свой доклад написал так вот в какой-нибудь архитектуре фон неймана управление внешними устройствами является функцией центрального процессора непосредственно то есть он прямо этот самый процессор умеет там записывать данные например на ферритовый носитель вот понятное дело что в какой-то момент выяснилось что это все страшно неудобно устройств на свете бесконечно много они все разные мне у каждых слов собственный протокол все это не за сене за сандалишь в систему команд вот поэтому довольно быстро люди приняли решение о том что вообще говоря внешне устройство это тоже такой если не компьютер то по крайней мере умная штука со своим протоколом взаимодействия то есть со своим способом получать и передавать данные вы туда передаете какие-то данные часть из этих данных это те самые данные которые вы хотите передать этому внешнему устройству а часть из этих данных это управляющие да то есть вы говорите дорогой принтер выведи мне пожалуйста вот это и он выводит вот это или говорит говорите дорогой принтер загрузи для начала шрифт вот такой-то и все что дальше выводить им шрифту вот это вот самое загрузи шрифт как только мы говорим о том что вот не только компьютер а условно говоря программист принимает решение как именно мы какие именно и какие и в каком формате мы данные выводим на внешнее устройство так сразу возникает вопрос а по какому собственно протоколу какой в какие формальные действия нужно проделать что конкретно записать куда конкретно в чтобы значит это взаимодействие произошло значит для начала конечно же поскольку мы вывели наше внешнее устройство за пределы центрального процессора надо подумать о том как вообще да вот тут мне на днях сокращение прислал список претензий а ведь далеко не весь этот список применил спасибо вот значит как это вообще это внешнее устройство втыкается в компьютер и это тоже на самом деле некоторые проблемы требующие разрешения вот мы об этом будем видимо говорить очень вскользь вот потому что это не тема курса про условно раз да это тема большого курса про архитектуры вы но в действительности аппаратные взаимодействия тоже должно быть очень сильно стандартизованы мы как-то само собой разумеющиеся считаем что вот внешние устройства они втыкаются в наш компьютер при помощи в общем универсального какого-то разъема скажем вот юсб там type-c комфорт какой-нибудь да с меня и какой-нибудь вот а на самом деле вот этот usb type-c даже комфорт мы это знаем по первой лекции по первой лекции по сетям и даже комфорт и это на самом деле некоторые умные устройства со своим протоколом своей логикой поведения и от которой нельзя отклониться если мы вообще хотим с ним взаимодействовать во вторых конечно же мы должны предусмотреть каким именно образом со стороны именно процессора программиста вашей программы управляется этого струнества собственно сам протокол до программы вот и как именно будет происходить обмен данными значит ну для примера мы можем предусмотреть ровно один байт он называется порт и в этот порт писать все и управление и данные и управление и данные пока не задолбаемся мы можем например устроить memory map it in put out вот как-то устроено в риск файве и в частности в ракте а именно сделать так что запись в определенные адреса памяти в действительности приводит то есть вы то со стороны процесса со стороны точнее команды на ассемблере на автокоде используйте обычную инструкцию сохранить что-то в память а в действительности эти команды сохранить что-то в память транслируются в команда передать соответствующие данные внешнему устройству причем там в определенный в определенное пространство этого устройства мы можем даже пойти еще дальше об этом тоже не будет особо длинного разговора и научить наше устройство самостоятельно обмениваться с оперативной памятью вообще минуя процессор если например это устройство очень большими большими кусками оперирует какой-нибудь жесткий диск который жесткого диска вообще говорят не через процессор работает он загружает прямо в оперативную память специальное место при чтении например кусок данных там мегабайт а потом уведомляет процессор о том что этот мегабайт загруж и на этом строится еще кучу всякого сложения архитектуры но это не наш сегодняшняя тема тема кажется следующего или через они через они вот так что обмен данными это тоже он тоже нуждается в протоколе по-разному он бывает устроен все эти задачи нужно решать все эти задачи не имеют прямого отношения к вычислению как таковому а скорее к тому как мы нашим компьютером пользуемся как устройством не только переработки но приемы передачи на а также храни вот но тут какой-то бла-бла на тему того что внешнее устройство может быть какое угодно в том числе например внешним устройством иногда в каком школьном курсе могут назвать обычные колонки такие значит двумя проводами подключающиеся или там тремя если они стены да их тоже почему-то называют внешним устройством хотя это неверно внешним устройством в данном случае будет являться не колонка а звуковая карта подключенная к шине передачи данных работающие обменивающиеся с памятью и процессором по определенному протоколу и так далее так далее а колонка который втыкается компьютер это всего лишь некое аналоговое продолжение этой самой звуковой карты которая и которую я умеет за счет электрические колебания переводить в аудио не более того вот понятно вот вот вывод хранения передачи все это неинтересно значит еще раз про то что я уже говорил извините я забежал вперед я вот это вот пересказал коротко давайте немножко подушню и углублюсь еще раз расскажу и так мы можем предусмотреть некий некоторый стандарт на команды и работу логику внешних устройств как я уже говорил эта задача в общем-то плохая в смысле неблагодарные но на свете существовали архитектуры например обе 360 в которых были так называемые канальные программы то есть у вас прямо в оперативной памяти вашего устройства хранились программы для внешних умных устройств и был некоторый интерфейс про то как эти программы для внешних устройств мне как эти внешние умные устройства ходят к вашей оперативной памяти выполняет ваш канальный программ вот понятное дело что главная проблема главная проблема такой стандартизации невозможно стандартизировать всевозможную перепели периферию да ну как стандартизируешь все на свете usb устройств да никого вот более того если ты производитель допустим компьютера да со слов очень сложным центральным процессором довольно странно ожидать что у тебя еще будут в штате которая разрабатывает этот процессор до зашивает стандарт прямо вычислительные устройства в штате будут специалисты по всем на свете по всей на свете периферии и это все будет отражено в процессе это несомненно неудобно так что от этого отказать следующий шаг это порты под и вывода значит с портами несколько удобнее порт это такая штука по которой вы вообще-то посылаете управляющие команды вот у вас есть там один бой этот байт отвечает там не знаю за регистр команд устройств и вы этот байт записываете и говорите устройство сейчас я тебе буду данные передавать и пишите в этот порт да это будет специальная такая инструкция вашего процессора она будет называться in или out зависимости от того вы хотите читать байт или писать вот то есть считывать из этого порта данные или записывать в него вы записываете туда какие-то данные с помощью этой самой инструкции in например нет out да вот тем самым out вы посылаете эти байту устройство устройство читает их думает что вот надо сейчас что-то делать например вам прислать ответ потому что это была команда считывания и она значит на тот же самый или на соседний порт присылает ответ и вы с помощью команды иного оттуда считать вот ну в общем вполне себе хороший подход вот понятное дело что много байтов мегабайты через вот этот однобайтовый порт естественно не перешлешь никто не собирался да там сразу можно переключиться как раз на ситуацию можно переключиться на ситуацию когда вы одной команды говорите пожалуйста сходи к новой оперативной памяти туда положить то что называется диме диме и direct memory access вот но есть способ проще именно этот более простой способ ну проще в смысле по дизайну прочь именно этот более простой способ по умолчанию принят в риск файвере хотя там есть конечно и дыма и все остальное вот этот способ называется мэм рима питер аут 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 миме у вас по-русски давайте смотрим как как википедии это любит переводить википедии как обычно в своем репертуаре они думают что это порт это неплохо вот мимо и эта ситуация опять же я про это уже говорил когда какая-то часть оперативной памяти адресуемый самым обычным способом адресации с помощью story byte load byte story word load word и таким такими вот делами когда какая-то часть оперативной памяти ассоциируется с некоторым внешним устройством и вот эти св лв или там сб команды внезапно транслируются в команды обмена данным с внешним устройством почему я сказал что он проще потому что во первых не нужно усложнять не нужно усложнять систему команд добавлять специальные науки вы просто куда-то пишите а во вторых поскольку на работу с оперативной памятью существуют какие-то специальные специальные дисциплины мы попытаемся об этом поговорить чуть дальше вас но тут сокращение 2 не противоречит мио конечно не противоречит никто не спорит просто случаев мио можно обойтись без дыма в некоторых случаях ну вот а значит да то дисциплина работы с оперативной памятью поскольку вы то в вашем коде пользоваться самыми обычными инструкциями работы с оперативной памяти только потом происходит трансляция вот в этот обмен с внешним устройством может быть наложены и на на вот на эти инструкции то есть там в этом смысле все несколько ну просто меньше меньше отдельных логик для разных для разных инструкций для разных способов доступа да вот у вас выходите памяти ходить вот значит обычные адреса диапазон все это сказал да кажется никакого спек спецификации риск файва никакого жесткой привязки каких-то конкретных мил адресов нету кроме буквально пары тройки мы об этом сейчас мы сейчас посмотрим вот а вот в нашем россии их там много потому что в нашем браке есть конкретные внешние устройства и конкретные внешние устройства они живут на конкретных мило адресах вот ну прежде чем двинуть дальше скажем что некоторый аналог портов это так называемый миорегистры когда у вас в действительности устройство управляются примерно так же как через порт у вас есть там 24 ячейки в оперативе вот в этой как бы оперативной памяти четыре адресуемые ячейки куда вы пишете определенные команды и в результате получаете некоторый результат значит от порта в общем почти не отличается но за исключением того что нет отдельной команды и вот все это работает до какой-то до какой-то поры пока не не выяснится куда направляется до какой-то поры через механизм доступа вот эти регистр может быть мог быть управляющие потому что вы туда пишите а это означает что там что-то происходит на удаленном устройстве да то что называется непрямой как в цср как называется непрямой эффект нет не не примутись какой-то еще побочный вот они этот как раз не прямой это может быть регистр данных которые собственно отображают ну скажем состояние ваше устройство или собственно данные получены с вашего устройства любой последовательный порт у него как раз есть регистр управления который пока показывает есть данные нет данных могут можно их передавать или он занят вот это все и собственно регистр данных которые есть байте получен из этого устройства вот вот значит регистр данных могут быть регистры так сказать данных управления то бишь статусные которые отражают собственно состояние вашего устройства управляющий регистр откуда мы пишем говорим вот хочу записать или хочу включить лампочку а статусный регистр это откуда мы читаем вот такой-то битик означает что такая лампочка горит не исключено что управляющий статусный регистр вообще одно и то же потому что ну логично да написал единичку в 5 бит загорелась лампочка почитал байтик увидел что 5 бит в единичку выставлен значит лампочка горит но иногда бывает что производители железа этим не заморачиваться и у них отдельный регистр управляющий отдельно статусный они даже могут совпадать по формату до определенной степени ну просто это как это виде проводов они торчат в разные стороны так просто удобно чем делать это по одному и тому же адресу на чтение и записи вот статусный регистр вот но и но в принципе идея на него как раз в том и состоит что мы не обязаны работать по одному байку с нашим устройством и можем закартировать сразу некоторый блок вот куда устройство складывает вне так который одновременно и виден путем доступа к памяти и одновременно принадлежит устройство которое само туда счет кладет и оттуда что-то берем 20 сокращение сговорит что в архитуре avr есть такая игрушечная текстура на всяких робототехниках вообще вот часто изучают вы сначала вот была такая история что там сначала был in out но поскольку in out там очень маленький размер адресации там этих регистров буквально очень мало там меньше 256 это они быстро закончились и управление всеми остальными устройствами происходит через memory mapping out потому что адрес памяти все их не до есть 56 штук адресов гораздо больше вот значит конечно же если посмотреть на саму идею memory mapping out мы увидим что она восходит к значит доисторическим временам когда вот у нас есть память компьютере она вставляется вот так и вот мы вставили у нас адресуемое пространство допустим 4 гигабайт вот мы вставили 1 гигабайт а дальше вот можем даже 2 вставить если накопим на него денег а на 3 уже денег нету и тем более на 4 поэтому можем просто чисто проводами какой-нибудь видеокарточку прилепить куда-нибудь наверх старшие разряды памяти вот каких-нибудь 4 гигабайт знаю что туда никогда не доберется настолько памяти никогда не будет вот и просто вот могут просто разваять что виде память это там вот понятное дело что это какой-то очень древнючий подход это такой-то какой-то легаси но даже в совершить совсем современных устройствах это довольно удобно как для программиста довольно удобная архитектура понятное дело что современные видеокарты работают совсем не так современные видеокарты это очень-очень мощный очень сложные процессы которые очень много чего делают помимо значит просто передачи байт вот значит вещи которые могут возникать при работе с memory mapping input output про которые мы с вами просто не знаем как программист ну скажем так как люди которые не программируют конкретно за сложные драйверы к этим пик этой периферии во первых arbitrage потому что но если у нас несколько да даже регистров не говоря уже несколько областей замапленных мимо совершенно непонятно что делать если программа пользователя там поливает по всем этим регистром с бешеной скорости да некоторые из них более приоритетные некоторые менее приоритет в каком порядке вот эти команды вы же на сам ну условно говоря программа пользователя написано так что на просто расписывает память какими-то там значениями а в действительность это все команда внешнему устройству который с бешеной скорости мы поддаются в каком порядке их на самом деле выполнить вопрос сложный потому что ну иногда бывает нужно значит некоторые команды более приоритетны чем другие 20 и наоборот представьте себе что у нас есть вот та самая картирование этого самого импуталов и несколько устройств одновременно что-то сделали мы получили данные например в каком порядке будут отображаться содержимое на памяти тоже непонятно в общем арбитраж вот задача где это такая чисто организационные а кто вообще устанавливает соотношение мы мимо и конкретного устройства вас спецификация этого нету почти и соответственно это видимо какая-то документацию вашим вашей железяки между прочим иногда бывает так что эта штука настраиваем скажем в рарсе эта штука вот мы увидим местами настраиваем можете сами сказать какую в каком регистре в каком месте в памяти вы держите ну например видеопамять совершенно непонятно как приобрет как вот собственно доступ к памяти внезапно превращается в передачу данных на внешнее устройство это тоже должно быть какая-то отдельно аппаратный железяк который этим заниматься вот ну и так далее да вот вся вот все вот это преобразование вот три последних замечания это все про это преобразование совершенно непонятно на каком основании вообще мио ячейка обновляется потому что изменилось состояние устройства кто инициатор это устройство туда записывает или это какая-то аппаратура со стороны вы ходят к внешнему устройству читает там эти данные записывать непонятно в общем вот это все должно быть решено все это должно быть решено на уровне на уровне аппаратном когда мы говорим про мир то есть когда я говорил что это простой вариант я немножко покривил душу сюда же относится по ним по понятие барьера в памяти хотя эта тема не существующие лекции в этом в этом курсе тема про виртуальную память вот вообще говорят далеко не всегда когда вы ходите к оперативной памяти вам нужно прямо сейчас вам можно прямо сейчас разрешить это сделать например если несколько аппаратных потоков одновременно имеют доступ к одному и то же место в памяти то надо бы намести какую-то дисциплину в каком порядке они туда ходят и кто из них первый а их несколько там переключились на другой вот но он или например самый простой вариант у вас есть внешнее устройство в котором вы должны записать по адресу а в результате у него получится результат по адресу б и вы должны прочитать по адресу б представим себе что пришел к вам в гости оптимизатор который видит что у вас есть две ячейки памяти в одну вы пишете в другой через другой читаете вообще говоря и это можно оптимизировать и сделать параллельно почему нет давайте сразу вот на уровне усложним процессора сделаем так чтобы когда вы обращаетесь работать с пальцем с памятью независимо по данным у вас допустим многоканальная память это значит что вы покажет по одному каналу читать а по другому пишите одновременно как бы быстрее не работает случае если это нормальная память да а если это внешнее устройство которым вы передаете команду записывая ячейку а она работает и вы поэтому считываете из ячейки бы ничего подобного да нельзя это сделать запараллелить нужно между этими двумя командами ставить фенс специальную инструкцию который говорит нет вот между между этими двумя командами например есть стена позать папа почтение да сначала пройдет записи потом вот для этого между прочим в риск файве прямо вот есть специальная инструкция которая называется фенс вот которая собственно и занимается упорядоченным доступа к памяти вот ну вот вот сокращение сбыт оптимизатор не должен доступ милого я имею ввиду не сишный оптимизатор аппаратный когда мы усложняем процессор да он то видит что мы к памяти ну вот значит что то что такое ps я забыл чуть-чуть потупить input output read и write чем они кстати отличаются а понятно его input output это так девайс а memory а рита райт это memory вот ну не знаю насчет что что тем более знает вон враг сам переключается адрес мил ну да ладно вот вы конечно правы в большом счете то может быть ладно я не знаю что такое я не знаю что такое п и и с надо читать внимательно документацию вот идея собственно главная моя идея сослаться на инструкцию типа fans над состоит в том что как раз в случае мило довольно важно не не переоптимизировать вот значит тут нам приходит в голову что очень похожий инструмент мы уже в прошлый раз изучали этот инструмент называется управляющий регистр и статус цср прям прям вот один в один в чем разница во первых цср придуман в первую очередь для стандартизации то есть когда мы усложняем архитектуру процессора мы добавляем спект в такое-то расширение что вот он а вот управление там векторными операциями до через цср специального специального этого самого специального сегмента а когда мы говорим про мило это совершенно казуальные просто вот есть устройство она приезжает со своим мило на этом и вот в этот мир можно писать это во первых во вторых цср все-таки использует не механизм конкретной адресации да где набирается полный адрес мы пытаемся идти контроллеру памяти где-то на пути когда мы идем контроллеру выясняется что это не память сами а цср используют вообще чисто процессорную нумерацию и сам же из процессора ходит куда-то то есть это это провода торчащие непосредственно из вашего процесса это если хотите такое меме образца значит прошлого десятилетия когда действительно доступ к определенному адресу памяти означал просто переключение на определенные провода но поскольку все это сейчас так нет не работает да вот поэтому так устроено но главная фишка состоит в том что цср занимается ровно процессор а и он знает какой цср от чего там от счетчика инструкций своих же между прочим от таймера чего-то такого а что касается него то этим это собственно универсальный интерфейс к внешним устройством и сами внешние устройства и сами внешние устройства вполне значит могут разбираться с тем где они там как с ними работать они сами диктуют дисциплину сокращение с про зависимость по данным это все-таки про конвейер это немножко другое и и димка дим кто же пришел что про конверт на верт немножко другое давайте про конверт поговорим позже у нас будет такой разговор вот значит так вот я когда говорил про таймер как раз таймер является типичным объектом для мимо потому что таймер это не процессор таймер это специальное внешнее устройство их аж три вида разных бывает я сейчас на этом на этом останавливаться не буду возможно кстати в следующий раз мы остановимся вот так вот третий вид таймеров так называемые внешние таймеры ватс они как раз поскольку это в совершенно внешнее устройство которое просто тикает соответствующий регистр они как раз не могут управляться цесарами они управляются мил два мтайма мтанцы вот кстати сказать забавно что вот в спеке в этом в этом спеке есть да кстати если кто не заметил я иногда ссылаюсь не на спецификацию риск файв а на спецификации опубликованный на сайте файвен бед файвен бед это такой информационный сайт контора которая называется сай файв кажется вас и которая китайская который специализируется на ухты новые спеки вышли 3 марта так но мы сейчас читать не будем я потом прочту вот значит контора который специализируется на выпуски всевозможных железяк на риск файве в том числе кстати процессов в общем назначении довольно довольно больших кажется это они вот ведут этот блок хотя он как-то вот я вижу напрямую это не это самое не связан с сай файвом интересно интересно файвом бед ну в общем всем очень рекомендую этот сайт как обычно в случае риск файва но большинство документации просто читаются и понимаются на как это при медленном чтении то есть ничего там такого прям страшного и ужасного нету вот а поскольку документации которые люди писали сами для себя чтобы удобнее программировать она еще и так организована что и удобно и удобно искать читать и тогда вот дать попробуем за сайфай а может быть и ты не они кстати не знаю но эти видите тоже прям прям вот большие любители может это не сайфай не знаю что это за люди надо посмотреть но неважно важно то что вот вот этот самый файвинг бед я вам горячо рекомендую если вы прям активно интересуетесь всякой всякой всякими всякой вечными контроль и даже не микроконтроллер ну вот и так внешний таймер действительно являются внешним устройством поэтому они управляются через мм и о и при этом значит как я как тут замечено я забыл до этого достучаться в спецификации даже вот мтайм мтм слова такие есть их структура есть их название есть а их адреса нету потому что он не специфицирован мало ли куда этот таймер будет насажен на конкретном вашем устройстве в конкретном адресном пространстве котором вы работаете вот еще одно место о котором мы очень бегло упомянем в последней лекции этого сезона и это когда у вас много процессорные системы с общим прерыванием поскольку процессоров много процессор не может отвечать за управление чем-то чем-то что разделяется между ними ни один процессор не может за это отвечать и это значит что то устройство которое должно условно говоря контроллер привлений которое должно разбрасывать прерывание по процессорам и как-то там определять кто например вы его выполняет одно на несколько процессор это очевидно внешним стоить сокращение жалуется что вот в устройстве которое я вам в конце лекции покажу разработчики даже не написали где у них конкретную него лежит таймер вот просто не написали он есть где-то собой ну вот такой такие дела а значит тут есть такой еще один кусочек бла-бла связаны с тем что мило это абсолютный адрес вот мы с вами так хвастались что рисква или вся адресация относительно него это абсолютный адрес вам нужно загрузить конкретный адрес в ячейку потом к нему ну да ладно опять бла-бла хорошо последний кусочек бла-бла на перед тем как мы хоть что-то посмотрим это понятие полинг полинг эта ситуация когда вы аки подорваны непрерывно сканите регистр статуса внешнего устройства пока на нем что им не по не появится ну и не аки подорванные время от времени заглядывает на тебя появилось что-нибудь говорите вы нет не появилось говорит вам и мимо вы идете дальше опять делать какие-то свои дела вот соответственно полинг то есть работа внешним устройств по опросу выглядит так вы включаете устройство настраиваете его подготовить к работе запускаете цикл в этом цирке ли вы проверяете готовность устройства если устройство готова вы что-то делаете и вываливаетесь из цикла потому что операции ввода выполнена если устройство не готова вы тупо ждете пока она будет готова вот это вот вот выделенная . она весь процесс полинга превращает в такую плохо перевариваемую кашу потому что не очень понятно что вы твори в это время делать ничего процессор загружать не знаю висеть на таймере ну что делать если устройство не готово вот полинг такая вещь значит работает очень неплохо в ситуации когда вы вместо бессмысленного ожидания когда вот этот вот внешнего устройства это такая либо очень редкая операция например вот складатура очень редкая операция как вы понимаете какое самое медленное внешнее устройство у компьютера знаете самый медленный человек он работает медленнее всего вот в чем чем любая любую другая железяка вот поэтому вот складатура может быть вообще так организован что вы сходили на регистр посмотрели ничего нету а продолжайте вычислять там через одну десятую секунды а это очень много сходили на регистр ничего нету а продолжайте вычислять еще через одну десятку пользователь нажал одну кнопку положили в буфер воды продолжайте вычислять вот вот так вот обычно работает полинг да 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 медленнее скоперитетное устройство ровно это я и сказал вот сокращенец еще тут он одет конечных автоматов для обработки такого такой вещи то есть вообще можно ведь не программировать можно нафигачить конечный автомат который проверяет устройстве в случае если статус поменялся просто в другое состояние переходит ну вот понятное дело что бессмысленное ожидание это самое неприятное что моему вот сейчас значит я вам запущу наконец-то раз подошла его подошла его пора вот значит у этого рарса есть такой девайс называется digital lab simulator какой-то не такой раз у меня он в конце был ну неважно вот что представляется быть дичитал симулятор это такой имитатор настоящей железки причем это настоящая железка она тем более настоящая что у нее я забыл ну ладно я на следующем есть шикарный муляж вот этой клавиатуры от того же сокращенца он у меня в рюкзаке лежит наверху значит ну ладно так вот этот этот эмулятор он этот имитатор он тем более имитатор что он построен по тем принципам по которым обычно строятся такие очень тривиальные простые внешние железки вот это цифровая зона цифровой индикации в которой можно просто битики писать эти битики будут вот тут значит загораться а вот это значит клавиатура на которую вы на что нажимаете на кнопочку и и вот что что такое происходит при и я вам потом расскажу потому что это не так просто как кажется вот значит давайте мы сейчас попробуем чуть вписать вот этот индикатор какой-то вообще неправильный раз у меня лучше раз на машине ну ладно какой там был последний номер у нас 30 30 был последний 31 значит для того чтобы все это заработало это внешнее устройство надо подсоединить программе кнопочку нажать вот и вписать туда могут буквально буквально такой вот код который управляет секунду вот что у нас есть биты правого цифрового индикатора это регистр 4f 0010 бивы биты левого цифрового индикатора это регистр 4f 0011 0013 это разрешение работы с прерываниями мы утрогать не будем а вот 0012 0014 это способ понять какая кнопка нажата об этом способе чуть впереди он довольно извращенный потому что приближен приближен к реальности вот ну вот давайте мы значит вот такой простейший код туда забьем посмотрим что это такое вот он вот этот код вот мы скомпилировали значит давайте про почитаем сначала зачем я так делаю это еще так неправильно ну ладно сейчас мы поправим надо было просто ла написать зачем я делаю вот такую вот это кто-то видимо кто мне помогал делать что это я эти я это делаю короче здесь явно написано без использования псевдоинструкций очевидно что вот тут вот написана инструкция вот это вот эта инструкция ла 0x f 0 10 давайте попробуем заменить я почти что абсолютно почти абсолютно уверен что она заработает вот так да так же так же но 0 10 до вот а это вообще уберем а нет я понял в чем смысл мы загружаем 0 это так сказать база мило вот а потом говорим 10 до но некое мелкое извращение но в общем понятно значит поясняю чай тут написал извините я плохо прочитал мы загружаем в регистр т6 4 4 4 0 с помощью луи старший разряд а потом со смещением 10 то есть 4 4 2 0 10 записываем вот это число и со смещением 11 то есть 4 в 2 0 11 вот это число чтобы одновременно использовать регистр т6 для доступа клеммы правом цифровому индикатор вот на самом деле тут написано вот это ну вот собственно вот мы загрузили вот мы сейчас запишем чё она не работает а у меня работала а что я сделал неправильно там сокращение с ничто ничего не нашел а луи конечно я тупой спасибо конечно вот сокращение с как раз вещает за то чтобы да это она сокращение с как раз ратует за то чтобы здесь было конкретное ла а мне кажется что так даже интереснее мы с помощью луи загружаем базу а потом от этой базы берем смещение 10 и 11 ну давайте еще разок я думаю что так заработает спасибо что углядели о это значит в правую мы записали а это в левую вот собственно прям по битиком за счет сокращение с меня чего что это так 0 0 1 2 3 4 5 6 битики так вот по кругу перед фильмы перекладинка и . ну вот вот собственно и все да за счет типичным примером и мил как он есть а вот что же касаемо что же касаемо вот этой вот доски которую мы здесь видим вот этой вот кнопочки то вот значит моделька сокращаться вот этого устройства смысл состоит в том что у него есть четыре этих самых продольных и 4 вертикальных проводка и когда мы нажимаем мы их замыкаем соответственно если подать напряжение скажем на один из проводов и нажать мимо то будет 0 а если подать напряжение на два нужных провода и нажать туда куда надо то будет единичка и изготовитель такого рода устройств так их и программируют никакого там номера перекрестия на которую вы нажали на выходе не генерируется на выходе генерируется буквально следующее вы управляющей команды включаете напряжение на вот этом проводе а потом смотрите на каком из проводов на каком из правдов появилась единичка если нажат на этом проводе клавиша если на другом ничего вот real life таков потому что для этого не нужно ничего кроме вот этой доски шурупов и значит этих самых ну реально вот смотрите вот 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 сюда втыкаете вот вот эти бисики вот значит поэтому значит работа с этим устройством выглядит несколько несколько более извращенно вот давай сейчас почитаем как она выглядит а потом попытаемся скопипастить вот такую программу которая все опрашивает итак мы должны подать на какой-то провод напряжение например на 1 то есть мы записываем в 4f 2 0 12 записываем единичку и тогда в 4f 014 будет ответ какие битики на этом проводе какой битик из всех на этом проводе был равен единичке все остальные нули или все нули но это только на одном проводе соответственно для того чтобы просить всю матрицу мы должны в цикле подать единичку двоечку четверочку и восьмерочку то есть первый второй третий четвертый провод у каждого из них спросить не было ли там нажата проволочка и получить результат результат получается аж вот такой вот код давайте мы вас копипастим пока мы вы копипастим я скажу что у этого кода который работает разумеется на чистом полинге он просто с бешеной скоростью все сканирует вот проявляется тот же самый недостаток который вообще проявляется у а затем это закроем сначала проявляются у многих устройств работающих на чистом полинге если скорость работы процессора слишком высокая они могут его за машину просто зависит непонятно как перегреются неважно раз они завершены я не знаю мне кажется так акцент акцентальная фича они люди раз таким образом значит проектировали чтобы он вешался от того что мы с дикой скоростью на полинге значит опрашиваем устройство но он вешается вот поэтому для того чтобы эту программу вообще заработала нужно воспользоваться одним свойством rars в волшебном а именно вот этим движком этот движок ограничивает скорость сколько операций в секунду выполнять вот нам вот достаточно поставить 30 операций в секунду и тогда он вешаться не будет еще раз на этот код давайте посмотрим что он делает он в цикле делает следующее записывает единичку забирает результат складывает в общий записывает четверочку записывает восьмерочку вот дальше перекладывать то что у нас получилось в окошко в левое а в правое окошко просто записывает номер сканирования 1 2 3 4 вот вот примерно так это все должно работать мы сейчас все это увидим заодно увидим как у нас меняются битики в одном из окошек 1 2 3 4 5 6 7 ну и так далее вот так значит и это надо включить обратно и это надо скомпилировать вот мы запустили его и вот он бешено полет 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 да получается что тут даже симуляция реал лайфа потому что если будет скорость очень большая да я сильно подозреваю что на компьютерах там 15-летней давности это не проявляется там где-то в мозгах джавы происходит переполнение но смысл в том что бешеная бешеный полинг он вообще врезен для здоровья компьютер вот бэмс а это единичка а это 5 это не 5 это накопленные наши биты вас оп это двоечка а это нолик вот это допустим отрицательное и число как видите вот сюда смотрите число у него внезапно этот самый поскольку там самый старший бит был зажжен у него внезапно произошло при лот байт распространение знака на все на все машинное слово 20 ну вот вот примерно так это работает а слева слева у нас эти самые двоичные числа вот это 4 5 6 а это уже 8 9 10 1 вот сколько сколько там на 10 ну короче вы поняли ну вот такая вот такая вот штука значит прям прям real life наиболее веселая конечно в россии если не считать органчика раз может еще и звучать это графический дисплей вот выглядит он вот так он называется битмап дисплей вот он это графический дисплей размером 512 на 10 56 можно сделать больше и меньше каждая точка из которого занимает один пиксель или больше вот можно сделать там 2 на 2 3 4 4 4 4 имейте ввиду что вот эти числа при этом делятся то если у нас пиксель размером 4 на 4 то соответственно не 512 на 256 точек нашу наши видеопамяти а в 16 раз меньше да ну я сейчас не вспомню 64 на 128 как то так да получается вот нет ну короче меня поняли ну да 128 64 вот значит вот здесь вот переключается к какому месту в памяти этот это видеопамять прикрепляется почему-то к сожалению по умолчанию при старте она лепится прямо в область дата кто так придумал я не знаю ну вот так вот они вот решили но в принципе и можно замапить например вот сюда на 4 в 4 0 это если вы помните по карте памяти это и есть мемы место где обычно мапит такие штуки о мимо в россии вообще-то по-хорошему начинается 4 в 4 0 мы это собственно видели только что туда мапится например этот самый диджитал лап вот но почему-то почему-то дисплея лапится не туда ну и ладно по умолчанию пускай ламп ну как кого волнует пускай будет здесь вот что такое memory map у графического дисплея вы думаю уже догадались одно машинное слово это пиксель формате rgb плюс два лишних байта бита которые никуда не деваются ну ржб это 12 не 2 ну короче сколько там лишних битов будет вот просто rgb 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 одну машину одно машинное слово это пиксель соответственно 512 умножить на 1056 машинных слов занимает это видеопамять мы туда просто пишем значит вот эти самые целые числа а там просто рисуется . все вот и вся вот и вся премудрость давайте мы попробуем написать что-то типа да значит в каком формате а я правильно сказал только не 2 бита а 2 значит сколько это получается один лишний байт до 24 биты на пиксель но для того чтобы не путать не пудрить нам мозг одно машинное слово на пиксель с двумя лишними байтами из этих 24 которые равны нулю вот формате rgb в общем то таблица цветов rgb есть вот например на википедии вот если кому хочется поиграть конкретно с цветами вот ширина экрана как у как я уже сказал задаются в точках экрана деленных на размер одной точки вот здесь живой пример вот как это выглядит в случае си точка 8 на 8 вот ну и вот и вот тут вот очень простая программа которая случайным образом ставит точку случайного цвета на экране вот она для этого пользуется системным вызовом за точнее и колом естественно твои кола номер 42 потому что он выдает случайное число вот до дергает случайное число в диапазоне от нуля до размера размер этот самый у нас 20000 это значит 0x 20000 ну короче это как раз 512 на 256 вот ну собственно выдает случайное число потом генерирует случайный адрес вот сначала случайный адрес потом случайный цвет понятно от нуля до fff вот а потом его значит лепит видеопамять и собственно на этом все так что совсем простая программка мы ее прямо сейчас копипасте мы запустим вот так это у нас уже будет 33 битман дисплей конекту программ давайте мы выставим здесь не нужно уже выставлять счетчик на какое-то другое значение но так будет просто и прикольнее будет видно как эти точки появляются хотя вот так а где вот он да вот мы и скомпилировали ну и поехали вот они вам плохо видно эти точки они есть плохо видно видно вон они это не мусор на экране это точки давайте я вас вот что сделать давайте это остановлю и запущу это по-быстрому ватс тогда будет виднее ой что-то он не туда пишет куда-то почему почему так какая-то ошибочка вышла почему он начинает не с а может быть вот так у меня написано ну-ка да в программе привязка к хиппу я пожалел себя и не привязал к прямо к области дата а привязал к куче тоже конечно интересная идея потому что стоит вызвать что-то на хиппе ну вот собственно случайные числа так давайте посмотрим остановись давайте посмотрим был ли я прав да здесь она привязана к хиппу вот это место выставлены в 400 ну вот такая вот история значит почему эти люди привязали авторы раз и привязали сделали возможность привязать битмап дисплей только в неудобных местах памяти я не знаю ну реально либо к области данных либо куча либо global pointer либо к мио где лежат все остальные регистры сначала ну как так вообще это вот 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 что за фантазия да можно кстати привязать кучей перед началом работы выделить соответствующий объем данных на кучу вот правда но кстати интересная идея заказать видео память на кучу замапленная дальше значит не трогать вот ну вот давайте что ли немножко папа 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 по упражняемся в программировании вот напишем программу которая будет вот эту программу я конечно не напишу при вас надо было те программы при вас писать вать ну просто рассчитывал я рассчитывал на то что вот этот я напишу сам но ведь с копипастил проблема в том что плохо видно вот вот здесь плохо видно маленький маленький объем экрана так ну хорошо давайте тогда просто потихонечку строить эту программу с нуля ничего не попишешь придется и тоже частями копипастить вот ну ну что поделаешь так это будет уже 34 сегодня очень удобно да значит что мы хотим сделать вот можно кстати я ее потрачу время чтобы вот от этих позорных пуши и попфу бы избавиться там я сделал значит для начала давайте мы ее привяжем к начать быть за программа будет программа которую будет рисовать линии случайные вот у нас в результате должно получиться что-то вот такое я вот так мы это сейчас закрою ну вот да вот сокращение тоже советует резервировать на кучу эти данные жить дальше наверное дело в этом так ну так вот значит чем мы делаем для начала мы описываем нашу видео память значит база у нас пускай будет в этом самом в области данных хрен бы с ней размер указан вот мы кстати можем сразу написать дата например 0x ну короче побольше там 20000 при переместите в какое другое место ну может быть не часто сделаем вот да вот например 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 переместите в гп тоже такая себе идея ну давайте так сделаем значит на всякий случай если нам понадобятся переменные они нам понадобятся переместим наши наши данные в область гп вот сказав дата явно указав с какого места начинается адресация теперь x у нас будет по адресу 180000 у по 18008 color по 1800 16 ну и в смысле это же 6 истеричный 8010 ну и так далее вот а основная база будет на 1001 400 просто чтобы нам не париться вот напишем программу которая напишем опыт программу которая ставит точку на экран вот как она будет выглядеть причем эта . по его значит это нормально хорошая годная подпрограмма она в а0 получает x в 1 получает y вот и и и значит по координатам x и y ставит как это будет выглядеть программа ну естественно мы для начала для начала когда мы вызываем эту самую точку мы запишем в x и в y некие значения вот это вместо стека они будут лежать в x и в y значит как и под кран под программа это обратить внимание концевая ничего она не сохраняет потому что ничего не вызывает так что никакой регистр она не портит так что конвенциям она вроде бы удовлетворяет дальше мы множим простых друг на друга смысле мы и этот самый y умножаем на ширину которую мы задали прибавляем x значит в до обратите внимание . ставятся цветом печати то есть у нас нету понятия поставить точку определенного цвета у нас есть понятие поставить точку цвета color поэтому мы загружаем color из соответствующего места в памяти и все это записываем соответствие место соответствие место видео памяти все в общем вся вся под программу постановки точки у нас сделал вот теперь значит давайте чё напишем давайте напишем под программ который рисует линию вас чтобы написать под программ который рисует линию тут какие-то макроса сейчас давайте интересно не интересно нам на них смотреть зачем нам макрос обсе вообще не представляю так знаете что не буду я не буду я переписывать все это в онлайне боюсь что я где-нибудь ошибусь значит вот тут есть блок макросов он немножко неэффективный обратите внимание что вместо того чтобы выделить нужное количество мест вместо на стеке я делаю специальную специальную макрос push который расклад каждый раз раскладываться в 2 2 операции выделить место на стеке положить выделить место на стеке положить но зато достаточно прозрачно выглядит у нас пролог к нашей функции а именно запушить все регистры а заодно и фреймпоинтер на стеке эпилог к нашей функции а именно все значит со стека обратно снять вернуть как было причем начать с того что мы сбрасываем сбрасываем то что мы напихали за пределы фрейма фреймпоинтер дальше мы все это снимаем ну короче вот примерно так это должно быть что-то мне это не нравится а нет все нормально тут фреймпоинтер каким-то нестандартным образом используется фреймпоинтер же должен указывать на вершину стека перед тем как мы сделали все push нехороший нехороший это макрос ну ладно сейчас переделать не буду или давайте добьемся работоспособности а потом переделаем вот вот ну вот соответственно что еще есть макрос рандом который просто обертка вокруг этого самого якобы 42 который будет возвращать нужное значение в нужных пределах и макрос abs который наверное мне зачем-то понадобится хотя не понимаю зачем а мы не знаем ли не идет вверх или вниз то есть когда мы вычитаем вычитаем значение не могут быть отрицательный вот зачем нам ну хорошо короче вроде бы разобрались не самый лучший код но другого сейчас у меня в примере нету надо будет переписать это место вот давайте вы просто тоже скопи пастим это будут значит наши наши макросы 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 вот окей что делаем дальше процедура который рисует линию ну она начинается с макроса броутин заканчивается макросом return который пушит все что нужно вот что такое рисование линии у нас есть . . . мы просто берем значит считаем во-первых каких разница по иксам или по игрекам больше потому что нам нужно в цикле нарисовать столько точек сколько либо по вертикали либо по горизонтали у которых из них больше да если например у нас линия вот такая вот такая то нужно посчитать сколько точек по горизонтали линия будет выглядеть вот так а если нас ли не вот такая то надо посчитать сколько точек по вертикали тогда ли не будет выглядеть вот так а если мы например не будем этого делать и посчитаем тоже сколько точек по горизонтали то время будет прерывистым и нарисуем вот здесь потом вот здесь потом вот здесь а тут будут дырочки это неправильно вот поэтому значит надо посмотреть по горизонтали или по вертикали мы идем вот количество повысить количество точек в этой нашей линии она вычисляется как максимум между того и другого и дальше просто запустить цикл который будет вычислять очередной x и y как результат решения линейного уравнения вот вот x это x 0 умножить на номер на на плюс ширина умножить на новом точке делить на я на y это y 0 плюс высота умножить умножить на новом точке делить на я вот и ставить в это место с точку и так столько сколько . мы хотим поставить вот собственно вся процедура рисования линии тек осталось только написать вызывающую программу кажется и дело будет в шляпе вот а нам нужно еще случай случайный цвет да нам нужно написать программу которая функцию который выдает случайный цвет значит случайным цветом как вы видели на примере есть одна неприятная штука чисто визуально люди любят чтобы случайный цвет был яркий а примерно половина случайных цветов они такие сероватым бурмалиновые вот поэтому я когда писал этот пример немножко извратился и решил что надо бы взять где тут random color взять три случайных числа но сразу их умножить на 16 чтобы не менее чем значит 16 была интенсивность давать тогда у нас в результате получится ну как минимум яркая полоска такие дела хорошо ну собственно все да вот мы три раза это делаем потом мы сдвигаем за счет на на байт на 8 битов сдвигаем значит нашу эту самую цвет дальше же дальше бы все это складываем получаем яркий цвет вот то есть там не будет близких к нулю чисел потому что они все будут не менее или там будет совсем ноль если рандом даст 0 либо как минимум 16 2 в 4 нифига точно 16 до 16 вот ну вот дальше у нас есть текущее значение x и y у нас ли не будут вот так рисоваться они хранятся здесь вот и дальше у нас есть main который совсем простенький который значит генерирует random color который генерит значит случайное число случайную точку куда мы должны прийти при этом значит x и y это ширина и высота экрана в точках вот дальше заполняет заполняет соответствующие регистр а 0 и 1 соответствующими значениями дергать нашу line ту и так делать бесконечно вот примерно так это все должно быть устроено сейчас давайте посмотрим облажался ли я вот а вот вот тот самый сокращение с говорит что можно было сделать по-другому взять случайное число и просто в этом случайном числе сразу зажечь определенные бита чтобы он был не меньше чем сколько-то не получится тогда например чисто синего цвета в моем случае может быть даже черная полоска с очень редкой вероятностью но она может быть например чисто красные или чисто фиолетовая да а тут у нас всегда будет немножко белого примешиваем случае совет от сокращаться ну вот собственно кажется и все давайте попробуем это скомпилировать копипаста как видите он даже работает копипаста как видите прошла вот это не то вот наш битмап дисплей он взят по умолчанию давайте ради прикола сделаем 30 инструкций в секунду хотя видимо это будет очень медленно ну все равно давайте это сделаем а а я знаю что нужно делать делать вот так так умери давайте так сделаем обратно и запустим уже на максимально максимальную скорость вот смотришь какая красота ну вот собственно программа минимум на сегодняшний день просто даже выполнена вот предполагалось что некоторые этих программ и пишу в онлайне не буду копипастить из-за этого значит чуть-чуть до 0 лить ваши биты да значит тогда нас дважды то делать сокращение с дорогой надо сначала обновить младшие биты а потом какие-то зажечь не так просто иначе он будет не очень яркий ну неважно вот собственно пару слов относительно того почему настоящий гпу сейчас так не устроено кстати сказать когда-то давно видео память был устроен ровно так вы писали в какое-то место в памяти это оказывалось на экране потом выяснилось что это очень медленно как вы видели как теле не рисуются тогда значит придумали что надо писать в одно место в памяти а другую страницу показывать а потом их менять местами это довольно удобно в том плане что когда вы пишете в обычную оперативную память это очень быстро а операция page flip может быть сильно оптимизирована она просто передает этот блок в внешнее устройство он сразу его отображает вот ну потом пошло поехало придумали трехмерку придумали гпу и сейчас для определенных математических задач гпу процессоры на видеокартах существенно мощнее чем процессоры на общего назначения некоторые задачи они делают лучше например биткойны майнить на чем вот на видеокартах значит и так далее и так далее до современные графические устройства конечно не такие простые как вот эта вот штука вот и поэтому у них довольно сложная внутренний лайк слушайте давайте вы зададите какие-нибудь вопросы если они есть потому что я внезапно предошел к концу сегодняшней лекции она видите оказалась короткая если весь код копипастить а не писать в онлайне без ошибок вот с ошибками вот так примере когда ну вообще прямо в самом начале когда цифры там все сдвиги а вот когда запускали программу все на 20 влево можете еще раз 20 влево это где вот это вот прям здесь типа когда вы нажимали на 9 9 только сдвинутая как бы умножить на 4 а ой слушайте я знаю что нужно делать я же хотел показать еще я знаю что нужно делать дорогой сокращенец я знаю почему у нас время осталось сейчас давайте посмотрим про то есть вот когда она выводит она выводила какие-то другие чиселки вы хотите сказать или что а может быть там код так написан по-дурацки давайте посмотрим это был я просто сказала что вы еще про какой-то зверь говорили который как раз на 2 ща 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 это какой был 31 наверное да или 30 или 32 вот этот большой вот давайте просто посмотрим как он делает он что делает он сканирует добавляет сдвигает а нет я не вижу я не вижу афметического сдвига здесь почему то тут тут в чатике разворнулся дискуссия как яркие цвета генерирует случайные но я не буду просто орумах складывается поэтому нет давайте посмотрим тогда спецификацию с четвертого по 7 бит с четвертого по 7 они просто приезжают такие сдвинутые на 4 такой дизайн я не знаю почему кстати а то есть это как бы это так пошла эволюция так вот значит надо надо показать две вещи вещь первая вещь первая это упражнение сокращенца в тот момент когда мы с ним только познакомились и он изучал конкретно раз он написал на рарсе код вот этот код который делал который выглядит примерно вот так вот сейчас давайте мы его побольше сделаем отрендерил значит пирамидку эту пирамидку значит вот вращал примерно в 100 раз ускорить ускоренное видео потому что настоящий раз конечно с такой скоростью не работает дальше больше вот это динозавр видите да динозавра могу показать на видно на этом самом вот на ю тубе но на самом деле сегодня хотел рассказать не про это и заложил еще время вот про что значит наш совместный идея была полностью принадлежала михаилу сокращенца это наш проект называемый каракатица вот который проект выглядит следующим образом вы можете получить если вам очень хочется доступ к площадке на которой будет сейчас скажу что на который будет два вот таких контроллера к этим контролем присоединены всякие внешние устройства которые можно управлять и вы можете писать программы управляющие этими контроллерами вот при этом все операции по выдергиванию провода ресету прошивки управляются еще двумя дополнительными контрольными которые собственно именуются каракатицами за то что из них торчат провода в разные стороны как щупаются вот значит выглядит это вот так вы значит заходите надеюсь что она не упала был вот у будет очень обидно сейчас там время от времени просто у нее слетает уэсб уэсб вещь ненадежная вас нет обе видны вот вы зашли значит на удаленную машину вот у нас есть где-нибудь программа какая-нибудь вот например которая моргает лампочкой какой лампочка на моргает настройка саха у нас такая что после того как вы нашли зашли на удаленную машину вам становится доступен значит то что вы сейчас видите это веб-страничка с того самого сервера которому подключена подключен подключен стенд этот сервер стоит в коробке вот эта коробка у меня на работе в вальтлинуксе вот вот это значит у нас вот это вот вот этого девайс не с красной лампочкой это контроллер g-3 на вот это девайс на с красной зеленой . контроль цар youtube со остальное к ним периферийные устройства вот эта вот та самая клавиатура вот она только спаси подсвеченно видите проводки вот вот тут вот на нее можно пальцами нажимать а можно ею управлять с как рядится нажимать значит вот вот это каракатица если вы присмотритесь тут видна каракатица вот а это значит цифровая этот самый индикатор и точечный индикатор и это значит контроль саш 32 это gd32 это ch32 здесь каракатица вмещена с клавиатурой если посмотреть внимательно вот эта зеленая хрень это каракатица но главное главная фишка не в этом а вот в этом это видеокамера проброшены туда то есть вы можете сейчас взять вот вот эту вот программку где она тут вот тут да вот вот эту программку отредактировать файло вот это поменять скажем цвет с красненького на зелененький или на желтенький я бы все люблю желтенький вот и перешить перешить вот этот контроллер который справа при этом возможно не будет видно сначала поморгает каракатица вот вот это тем что она перешивает тут лампочки сгоря выключится вот здесь вот здесь значит это к эта панелька выключится потому что я ее не программирую а вот эта красная лампочка зажглась на каракатица вот перешилась пожалуйста можно это желтая можно сделать зеленый соответственно у сокращенца полным полно примеров как с этим всем работать я показываю только самый простой вот это будет зеленая лампочка вот сейчас опять поморгала красным каракатица повисеть его а это красные господи прости зеленый это 7 ну вот красный просто не люблю ну вот желающие могут получить доступ совершенно бесплатно просто присылайте мне ваш ключик с хашный и вот таким вот образом можно над этим всем издеваться вот зеленый вот значит смотрите вот сюда тут все описано вас этот мэйк файл он довольно такой развесистый в принципе как бы это просто какие-то волшебные слова по прошиванию этих контроллеров такие дела вот анонс каракатицы наверное можно даже сказать что люди которые выполнят какой-то проект на вот этом стенде будут осуществлены от финального экзамена который напоминаю будет составать а составлять состоять в рисовании графика функции на битмам дисплее так что если кому хочется пишите в личку я вам вот все выйду вот теперь мы как раз дошли вовремя закончили так что если есть вопросы задавайте а там значит сокращение с тем временем нажимает программным образом кнопки на клавиатуре в видите с каракатятся ведь там загорелись потому что он тоже там сейчас присутствует вот он юзер и вот он там значит мелкие хулиганство тарит вот вопросы окей если вопросов нету значит я всех кому нужно приглашаю значит к соучастию в этом процессе если это кому-то интересно значит напоминаю что это довольно мелкие контроллер дешевый который можно купить на ли там за какие-то копейки условные копейки вот напоминаю также чтобы получилось вот так красиво нужны паяльные таланты сокращенца она сама так красиво не получается но тем не менее с какими-то предварительными плясками с бубном вы реально можете работать с этими контрольными сами а можете получить доступ вот туда вот значит если вопросов нету то всем предварительно спасибо в следующий раз у нас мы начинаем работать разговаривать про прерывания как таковые но поскольку тема это довольно развесистая мы начнем с прерываний по таймеру вот дело в том что во первых такой темы не было когда разговаривал про мипс про точнее про марс потому что в марсе не было прерывания по таймеру а вы в россии есть прерывание по таймеру и это дает нам очень богатый богатый поле для фантазии вот значит как раз мы познакомимся с разными видами там мир и так далее ну вот примерно так это будет выглядеть следующий раз если вопросов нету то всем спасибо и до встречи через неделю а